МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чередовали хорошие матчи с провальными. Хоккеисты Алтая завершили выступление на турнире памяти Валерия Харламова. Эти предсезонные старты проходили в Красноярске. Помимо барнаульцев, участие в них приняли представители так называемые ВХЛА, Красноярский Сокол, Новокузнецкий Металлург, Ангарский Ермак. В эфире «Спортивный клуб». Смотрите сегодня в выпуске. Могли попасть в призеры, но не вышло. Алтай лишь четвертый в Красноярске. Лед растоплен. В каких условиях вынуждены заниматься юные хоккеисты Алтая после закрытия дворца спорта? В период межсезонья занимался изготовлением мороженого. Герой рубрики «Есть мнение» вратарь Алтая Александр Власов. Весь сегодняшний выпуск мы посвятим хоккею. Ну а начнем, пожалуй, с главного для Алтая предсезонного турнира памяти Валерия Харламова. Он прошел в Красноярске. Наша съемочная группа побывала на соревнованиях и знает, кто стал чемпионом. Турнир в Красноярске. Команды проводили не в Ледовом дворце «Север» домашней площадке «Сокола», а на ультрасовременной новенькой «Платину Марени». Именно на ней запланированы торжественные церемонии открытия и закрытия студенческих игр «Универсиады-2019». В соперниках на мемориале памяти Валерия Харламова у барнаульцев были опытные команды ВХЛА, Красноярский «Сокол», Новокузнецкий «Металлург» и Ангарский «Ермак». Турнир должен был быть международным, но по финансовым причинам в последний момент отказался от участия в нем китайский клуб «Ценгтоу». Уже в стартовый игровой день барнаульцы встретились с хозяевами турнира игроками «Сокола». Несмотря на полное преимущество хозяев, алтайские хоккеисты сумели навязать борьбу и уступили с минимальным счетом 1-2. На следующий день нашей команде предстояло пройти проверку на прочность в матче против «Металлурга». Еще перед началом игры фаворитом считались хоккеисты Новокузнецкого клуба. Совсем недавно эта команда играла в континентальной хоккейной лиге. Но стоит отметить, что на этот турнир соперник ехал только за победой, а наш коллектив ставил совсем иные задачи. Наиграть состав, определиться с игроками на предстоящий сезон. С первых секунд соперник обрушил на ворота Александра Власова весь шквал атак. Как ни старался наш вратарь, но дважды в первом периоде хоккеисты в красно-черной форме праздновали успех. Они быстрее, они добавили ногами и мы не успевали. И все же у барнаульцев были возможности огорчить вратаря соперника. Но забить удалось лишь в середине периода. Отличился Олег Гензе. При счете 2-1 в пользу Металлурга команды ушли на первый перерыв. Второй отрезок матча стал настоящим кошмаром. За этот период наш коллектив пропустил в свои ворота четыре шайбы. Причем две из них из-за собственных ошибок, да еще и играя в численном большинстве. Это предсезонный турнир. Мы решаем свои задачи, да, Металлург свои. То есть мы смотрим, ребят, мы никого не убирали. Играли все, всю игру. То есть это идет работа. Перед третьим периодом на табло горело 6-1. По сути, исход матча был решен. Барнаульцы постарались в этом отрезке исправить ситуацию. Эпизодами играли на равных с именитым соперником. Но все же вновь пропустили. Итог матча 7-1. Команда Металлурга выше классом. Просто сказалось, уровень игроков так. Как команда Алтая боевая, ребята бьются, стараются. Ну, сказалось, просто уровень мастерства. После поражения красноярского «Сокола» в вечернем матче второго игрового дня от ангарского «Ермака» у барнаульцев еще оставались теоретические шансы попасть в финал турнира. Даже несмотря на два поражения на старте соревнований, нужно было лишь обыграть ангарский «Ермак» и надеяться, что «Сокол» уступит в противостоянии с Металлургом. Матч начался на встречных курсах. На атаке хоккеистов в бело-оранжевой форме Алтай отвечал своими. В целом, встреча проходила достаточно корректно. За стартовые 20 минут команды не получили ни минуты штрафного времени. Концовка периода и вовсе удалась команде из Алтайского края, которая упустила несколько выгодных моментов для взятия ворот. На перерыв соперники ушли при счете 0-0. Настроились на 200% и показали. По моему мнению, достаточно неплохой хоккей. Но только реализация подвела немножко. Вторая 20-минутка вновь прошла в равной борьбе. Ермак не форсировал события, работы у Кирилла Волохина было немного. Период постепенно катился к своему логическому завершению. Однако на 37-й минуте воспитанник алтайского хоккея, а ныне игрок Ермака Александр Трапезников, совершив сольный проход, неотразимо бросил с кистей и угодил точно в верхний угол ворот, открыв счет в матче. Под занавес этого отрезка команда из Ангарска получила численное преимущество. Лишь каким-то чудом шайба не оказалась в наших воротах. Алтай выстоял. На перерыв соперники ушли при минимальном преимуществе Ермака. Третий период прошел уже под диктовку Алтая. Было заметно, что ангарчане подсели, прежде всего физически. К середине заключительного отрезка они не успевали за более свежими барнаульцами, нарушая правила. В течение почти 8 минут соперник играл в меньшинстве. Барнаульцы старались вскрыть оборону, но не смогли это сделать, получив при этом опасный контровыпад, который привел ко второй шайбе в наши ворота. 2-0. В концовке игры Андрей Соловьев поменял на шестого полевого игрока Кирилла Волохина, но штурм ворот Ермака так и не получилось завершить на мажорной ноте и сократить разницу. Итог матча 0-2. Как бы Алтай знают давненько уже эту команду. В принципе, она была всегда хорошая команда, мастеровитая. Играли в передачу всегда. Единственное, что реализация может немножко хромает. А так, в принципе, команда хорошая, быстро мне понравилась организованная команда. Это поражение отправило барнаульцев в борьбу за бронзовые медали. Соперниками в матче за третье место стали вновь хозяева турнира. После поражения в первый игровой день от «Сокола» с минимальной разницей в счете 1-2, наша команда могла рассчитывать на успех в повторной игре, но на деле получилось иначе. Уже после первого периода на табло горело 2-0 в пользу красноярских хоккеистов. Во втором периоде соперник смог отправить в наши ворота еще две шайбы. По сути, исход матча был очевиден. Удоволен, наверное, тем, что ребята немножко поиграли друг на друга и какие-то комбинации, большинство шайбы 3 или 4 получилось забить. У нас тоже это все идет в рабочем режиме, поэтому готовимся. В третьем периоде красноярцы устроили барнаульцам показательную порку. У нашей команды не получалось ровным счетом ничего. В этом отрезке игры наш коллектив получил в свои ворота еще шесть шайб. Единственное, на что хватило «Алтай» – это гол престижа. Шайбу в воротах «Сокола» отправил Артем Евстифеев. Изобразно сыграли. Ну и соперник очень добавил. Мне кажется, они заобиделись, что мы первую игру им дали бой. И вчера даже они в Кузнец перебегали, перекатали. Они добавили по ходу турнира, а мы наоборот. Видимо, силенки кончились и невезение было. При счете 10-1, когда играть оставалось чуть меньше минуты, травму от удара об борт получил десятый номер Алтая Олег Гензе. Хоккеисту потребовалась помощь врачей медицинской бригады, которая на носилках увезла хоккеиста со льда. Алтай занял на турнире четвертое место и отправился домой, размышляя на тему, как такое могло случиться. Кульминация турнира памяти Валерия Харламова стала финальная встреча между новокузнецким Металлургом и ангарским Ермаком. Матч получился действительно достойный финала. Обе команды, несмотря на усталость, продемонстрировали болельщикам настоящий боевой хоккей с обилием моментов, с красивыми атаками и сейвами вратарей. Ермак победил с минимальной разницей в счете 2-1. У ангарчан отличились Тигран Манукян и Евгений Орлов. У кузни единственную шайбу забросил Савелий Малетин. Отрадно, что лучшим бомбардиром турнира признали воспитанника хоккейной школы Алтая рубцовщанина Павла Ткаченко, защищавшего цвета новокузнецкого Металлурга. В период межсезонья он работал на фабрике по производству мороженого, но продолжал поддерживать форму в свободное время. Герой рубрики «Есть мнение» вратарь хоккейного клуба «Алтай» Александр Власов. Хорошо, что приехали на такой турнир такого класса, турнир поиграть с ведущими командами высшей хоккейной лиги, проверить свои силы, посмотреть наши слабые и сильные стороны, на чем работать. Такая проверка боем. Чем ты занимался летом, а где работал? Ну, повторюсь, я на «Алтайхолде» работал, не вижу ничего такого страшного. У нас такая сезонная работа, мы на контрактах, тем более льда нигде нет, люди взрослые, семью кормить как-то надо. Поэтому работал на заводе, также поддерживал форму, ходил в тренажерный зал, бегал рядом в стадион, то есть про спорт никто не забывал, не забрасывал. В чем работа-то заключалась? В чем работа заключалась? Смесь для мороженка варил еще потом, то есть пломбиры сливочные и тому подобное. Сам пробовал? Конечно. Но я уже только готовое мороженое пробовал, то есть это можно, пошел в столовой, скушал мороженку, то есть это, в принципе, внутренним распорядком завода не запрещалось, то есть можно взять, пойти на кухне съесть, то есть в этом проблем не было. Втянулся сейчас уже в тренировочный процесс, чувствуешь уже, что все, возвращаешься в былую форму? Ну, конечно, как бы втягиваешься, единственное только минус то, что получился, да, с нашими известными дворцами, наш дворец закрыли, когда мы пришли, у нас там, как бы два по 40-45, заливка 45, а перешли, вернулись в экстренном порядке на Карандин арену, хорошо, хоть она у нас есть, но как бы все равно нагрузка большая, детская школа, Динамо, мы, то есть часу льда, ну, как бы объективно это маловато, если бы два раза в день по часу льда катались, это как бы было бы хорошо, один раз в день час льда, ну, это как бы для профессиональной команды, я считаю, маловато, то есть это, ну, объективно, ну, по моему объективному мнению, это мало часу льда, если бы было бы два раза в день, мы катались по часу, это хорошо, ну, как бы, что есть, как бы, на тему живем, то есть не будем виноватых искать, как бы, что получилось, то получилось, Наша задача набирать форму. Так что, ну, втягиваемся, конечно, полегче уже стало. Тем более, сейчас игры сыграем. Тем более, сейчас каждый день игры будем уже набирать игровой тонус. Тем более, дома еще вроде бы должны сыграть, как бы там, со дворцом. Поэтому, я думаю, форму наберем. Две недели назад по решению судебных приставов опечатали Барнаульский дворец спорта. Юным хоккеистам Алтая пришлось переехать на новую площадку. В каких условиях теперь, после закрытия дворца спорта, занимаются будущие чемпионы, узнала Евгения Князева. Пару часов по пробкам и ты на месте. Ситуация для жителей Барнаула оказалась бы привычная. Но что, если по такому маршруту вынужден ежедневно ездить ваш ребенок на перевес с хоккейной формой, которая весит почти 30 килограммов? В такой ситуации оказались юные хоккеисты из Дешор Алтай после закрытия их родного дворца спорта. Новой площадкой для игр и тренировок детей стал спорткомплекс Карандин-Арена. 7 числа нам сообщили, что дворец спорта будет закрыт, то есть опечатан. И мы экстренно вынуждены были в ночь вынести из раздевалок форму, из кабинетов оборудования. И 9 числа, получается, утром его опечатали. Прежнюю колыбель хоккея закрыли из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. А Карандин-Арена этим требованиям соответствует, да еще и имеет два хоккейных корта – стандартный и малогабаритный. Однако даже эти плюсы не могут перекрыть ряд существенных недостатков спорткомплекса. Помимо того, что находится на окраине города, он еще и тесный. Небольшие раздевалки и мест для болельщиков всего 300. Хотя для выполнения требований рекламента высшей хоккейной лиги нужно добавить еще 700. Родители, дети и тренер беспокоятся, что если дворец спорта так и не откроют, то легендарная на Алтае школа может вообще исчезнуть. Пока каникулы, ребенок все воспринимает очень лайтово. Как только сейчас каникулы заканчиваются, мы встаем перед дилеммой, потому что мы сюда добираться не можем, потому что территориально это очень все далеко расположено. Нет возможности расставлять вещи, поэтому дети с баулами, с сумками, по автобусам, по остановкам. То есть все очень так негативно, скажем. Хоккей – это вид спорта довольно дорогостоящий, а чемпионы рождаются только в массовом виде спорта. То есть набор должен составлять 100 детей, ну 60, от 60 до 100 детей. Ездить на другой конец города – это надо иметь свой автомобиль, не работать. Здесь массового спорта быть не может. Спорт должен быть доступен. То есть любой родитель, любой ребенок должен иметь возможность отправить своего ребенка на хоккей. Поэтому родители очень обеспокоены тем, что у нас просто не будет таких возможностей. Сейчас растерянные родители планируют обращаться к профсоюзу с вопросами, что им делать, и если вообще у их детей шанс вернуться на прежнюю ледовую арену. Ведь зимой добираться на окраину города будет еще тяжелее и дольше. Ну а пока юным хоккеистам «Зюшор Алтай» остается только ждать и надеяться, что мечты встать на родной лед все-таки осуществятся. Евгения Князева, Сергей Балуев, «Спортивный клуб». И на этом у меня все. Смотрите следующий выпуск «Спортивного клуба» теперь уже в новом сезоне. Еще больше спортивных новостей, аналитики и мнений экспертов. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова